Житие Преподобной Матери Нашей Пелавии Великое благодарение должны мы всегда воздавать Господу нашему за то, что Он не желает смерти грешным, но долго терпеливо ожидает обращения их к правильной жизни. «Дивное событие, – пишет Диакон Илеопольской Церкви Иаков, – произошло в наши дни, посему я о нем и передаю вам, братьям святым, чтобы, читая со вниманием, получили вы великую пользу». Святейший архиепископ Антиохии созвал к себе по церковным нуждам из окрестных городов восемь епископов. Между ними был и святой Божий человек, мой епископ Нон, – муж праведный, прежде бывший самым строгим иноком Тавенского монастыря. За свою добродетельную жизнь он взят был из монастыря и поставлен в епископа. Нон пришел из Илеополя, захватив и меня с собою. Когда епископы собрались в церковь святого мученика Юлиана, то пожелали слышать от Нонна поучение и сели при дверях церковных. Но он тотчас стал из устно поучать на пользу и спасение слушавшим. Все благоговейно внимали святому учению его. В то время одна женщина – язычница, известная по всей Антиохии, блудница проходила мимо дверей церковных с великою гордостью, одетая в многоценные одежды, украшенная золотом, дорогими каменьями и жемчугом, окруженная множеством девиц и юношей в красивых одеждах, золотыми ожерельями. Она была так прекрасной лицом, что созерцаниями я красоты не могли, див, довольно насытиться светские юноши. Проходя мимо нас, она наполнила весь воздух ароматным благовонием. Увидев ее, идущую столь бесстыдно, с непокрытой головой и обнаженными плечами, епископы закрыли глаза и тихо вздыхая, отвернулись, как от великого греха. А блаженный Нон пристально и долго смотрел на нее, пока не скрылась она из глаз. А потом, обратившись к епископам, сказал, «Разве не понравилась вам красота той женщины?» Они не отвечали, но Нон с плачем склонил голову свою и омочил слезами своими не только платок, бывший у него в руках, но и грудь. Воздыхая с глубины сердца, он спросил епископов, «Разве не усладились вы видом красоты и я?» Они молчали, но он сказал, «Поистине многому я научился от нее, ибо женщину сию поставит Господь на страшном своем суде и ею осудит нас. Как вы думаете, сколько времени она провела в своей почивальне, моясь, одеваясь, различными способами украшая себя и осматриваясь в зеркало?» Я пишу свою мысль и попечения полагая в том, чтобы красивее всех явиться в очах временных своих поклонников. «А мы, имея жениха бессмертного на небесах, на кого ангелы взирать не могут и желают?» Мы не заботимся об украшении окаянной души нашей искрененной, обнаженной и исполненной срама, не стараемся омыть ее слезами покаяния и одеть красотой добродетели, дабы явилась она благоугодной пред очами Божьими и не была посрамлена и отвержена во время брака Агнца. Окончив такое нравоучение, блаженный Нон взял меня, грешного своего дьяфона, и мы пошли в келью, которая была нам дана при той же церкви святого Юлиана. Войдя в опочивальню свою, епископ мой повергся лицом на землю и плача говорил, «Господи Иисусе Христе, прости меня грешного и недостойного, заботы эти женщины об украшении тела превзошли всех попечения моей о покаянной душе моей. Та женщина, чтобы угодить сленным своим поклонникам, украшая себя, столько показала старания, а я не стараюсь быть угодным тебе, Богу моему, но пребываю в лености и небрежности». Каким лицом возлю на тебя? Какими словами оправдаюсь пред тобою? Горе мне грешному, престоя пред святым алтарем твоим, не приношу я тебе той душевной красоты, коей ты от меня ищешь. Та женщина в суете своей обещалась угождать смертным людям, являясь им в столь благолепном виде и делает то, что обещала. А я обещался угождать тебе, Богу моему, и солгал по лености моей. И я наг, ибо не сохранил повелений твоих. Не на дела мои надеюсь, но на милосердие твое, и от него уповаю получить спасение. Так долго с рыданиями вызывал святой Нон. Молился он и о той женщине, говоря, «Господи, не погуби создание рук твоих, да не прибудет такая красота в разврате, во власти бесов. Но обрати ее к себе, да славится в ней имя твое святое, ибо для тебя все возможно». По прошествии того дня и ночи, после утренней день был воскресный, святой Нон сказал мне, «Брат Яков, послушай, какой сон мне был в эту ночь. Казалось мне, что я стою в одном из углов святого алтаря. И вот во время совершения службы, имелась какая-то черная голубка, покрытая нечистотой, наполнявшая воздух зловонием. Она летала кругом меня, и я не мог выносить зловоние ее». Когда же диакон произнес, ей лице оглашение «изидите», голубка отлетела, и я не видел ее, пока не кончилась литургия. По совершении же литургии, когда мы выходили из церкви, я вдруг увидел снова ту нечистую голубку, которая опять летала кругом меня. Протянув руку, я взял ее и бросил в воду стоящую притворе церковном. В ней та голубка омылась от своей нечистоты, вылетела чистой и белой, как снег, и, поднимаясь в высоту, стало невидимо. Рассказав мне сей сон, блаженный нон, захватив меня с собою, пошел с прочими епископами в соборную церковь, где, принесших в приветствие архиепископу, они совершили божественную службу. По окончании святой службы архиепископ антиохийский предложил блаженному нонну преподать поучение народу. Нон отвес уста своей и учил людей силою премудрости Божией в нем обитавшей. Слова его не отвечались изысканной мудростью мира сего, но были просты, разумительны для всех и действенны, ибо Дух Святый говорил его устами. Он говорил о страстном суде и о будущем воздаянии праведным и грешным. Все присутствовавшие так умилялись словами его, что орошали слезами землю. Посмотрение милосердного Бога провелось всей блуднице, о коей мы повествуем, и которая прежде никогда не бывала в церкви и не вспоминала о грехах своих, мимоходом зайти в то самое время в церковь. Услыхав поучение святого нонна, она пришла в страх Божий, помышляя о грехах своих и слыша поучение святого и нонна, а вечной за них муки. Она стала приходить в отчаяние, изливала потоки слез из очей своих и в сокрушении сердечном не могла остановить своего плача. «Потом она сказала двум слугам своим, подождите здесь, и когда выйдет тот святой муж, который говорил поучение, идите за ним, узнайте, где он живет, и, возвратившись, скажите мне». Слуги исполнили приказание и поведали госпоже своей, что святой живет при церкви святого мученика Иуриана. Тогда она немедленно написала своей рукой такое послание блаженному нонну «Святому ученику Христову, грешнице и ученице дьявола, слышала я от Бога твоем, что он преклонил небеса и не сшел на землю не для праведных, а для спасения грешников. Он смирился до того, что с мытарями вкушал пищу. Тот, на кого херувимы взирать не смеют, со грешниками имел общение и с блудницами беседовал. Господин мой, если ты, как я слышу от христиан, истинный раб Христов, то не отвергнешь меня, желающую при твоей помощи прийти к Спасителю мира и увидеть Пресвятое лице его». Прочитав сие послание, святый нонн написал в ответ ей так «Как бы ты ни была, но ведомы Богу и ты сама, и намерение твое, посему прошу тебя, не искушай меня недостойного, я грешный служитель Божий. Если же ты действительно имеешь доброе желание уверовать в Бога моего и видеть меня, то со мною здесь другие епископы, и так приходя и вместе с ними увидишь меня, наедине же тебе видеться со мною не должно». Получив и прочитав сие, грешница исполнила с великой радостью, поспешила в церковь святого Иоанна и дала знать о своем приходе блаженному нонну. Он же, собрав к себе семь других епископов, повелел ей войти. Явевшись пред собором святых епископов, она с плачем поверглась на землю и припала к ногам святой нонна, восклицая, «Умоляю тебя, Господин мой, будь подражателем Учителя твоего Господа Иисуса Христа. Яви мне благодать твою и сделай меня христианкой. Я море грехов, Господин мой, и бездна беззаконий, омой же меня крещением». Все собравшиеся епископы и клирики, видя блудницу, пришедшую с таким покаянием и верою, проливая слезы, блаженный едва мог заставить ее подняться от ног его. «Правила церковные, — сказал он, — повелевают не крестить блудницу без поручителей, из опасения, чтобы она не вернулась снова к той блудной жизни». Услышав этот ответ, она снова поверглась к ногам святого, омывала их слезами и отирала волосами головы головы своей, как некогда евангельская грешница омывала ноги Христу, «Ты дашь ответ Богу о душе моей, если не крестишь меня, — говорила она, — от рук твоих довзыщет тогда Бог душу мою, а за тобой и запишет лукавые мои дела. Если отвернешь меня некрещенной, то будешь виною продолжения моей блудной и нечистой жизни, если не избавишь меня теперь от злых моих дел, то и отвергнусь от Бога твоего и поклонюсь идонам. Если не сделаешь меня ныне невестой Христовой и не приведешь к Богу твоему, то не будешь иметь доли с Ним и святыми Его». Все присутствующие, слыша сие и, видя, как такая блудница столь сильно воспламенилась стремлением к Богу, прославили человека любца Бога. Блаженный Нон немедленно послал меня, смиренного Якова, к архиепископу поведать ему о себе. Архиепископ, услышав про Ильширчим, весьма обрадовался и сказал мне, «Пойди, скажи епископу твоему, отче честный, тебя ожидал и уладелось я, ибо хорошо знаю тебя, что ты Божий и уста, но слову по слову его, а ще изведеши честное от недостойного, яко уста моя, будешь ли». И призвал госпожу Роману, которая была первой диаконисой церковной, послал ее со мною. «Когда мы пришли, то застали Пелагею еще лежавшим на земле у ног блаженного Нонна, который едва мог заставить ее подняться, говоря, «Встань, дочь, чтобы огласиться перед крещением». Она встала и сказал ей епископ, «Исповедуй сначала грехи твои». Она отвечала с плачем, «Если начну испытывать совесть мою, то не найду в себе ни одного доброго дела. Знаю лишь, что грехи мои многочисленнее песка морского и не достанет воды в море, чтобы омыть скверные дела мои. Но я надеюсь на Бога твоего, что Он облегчит бремя беззаконий моих и милостиво презрит на меня». Епископ спросил ее, «Как твое имя?» Она отвечала, «Родители мои называли меня Пелагею, граждане же антиохийские переименовали меня Маргаритою ради тех красивых и многоценных уборов, коими украшали меня грехи мои». Тогда епископ огласил ее, крестил во имя Отца и Сына и Святаго Духа, помазал миром и причастил причистого и животворящего тела и крови Господа нашего Иисуса Христа во оставление грехов. Духовной матерью Пелагии была диагониста Романа. Приняв ее от купели крещения, она провела ее из церкви в покое оглашенных, так как и мы там находились. Блаженный Нон сказал прочим епископам, «Будем трапезовать, братья, и возрадуемся с ангелами Божиими о том, что нашли потерянную овцу, вкусив пищу с ереем и вином ради духовного утешения». Когда все пришли и стали трапезовать вместе с новокрещенную, бес начал вопить во услышание человеческим голосом, предая, говорил он, «Горе-горе, что терплю я от этого болтливого львенопейца, о злой старик, недовольно ли было тебе тридцати тысяч сарацин моих ты крестил, похитив их у меня, недовольно ли тебе было Елеопеля, который ты у меня отнял, которого, и привел к твоему Богу, а он был некогда моим, и все в нем живущие мне поклонялись. А теперь и последнюю мою надежду ты отнял. Что же мне делать, старец упрямый, обманщик, не могу выносить твоих уловок, да будет проклят день, в который ты родился, злой старик, потоки слез твоих пролились на мое жилище и сделали его пустым. Так, плача, вопил дьявол пред дверями покоя, где мы были. И все там находившиеся слышали голос его. И снова обратившись к новокрещенной, бес сказал, что ты делаешь со мною, госпожа Пелагия, ты подражаешь Иуде, он, почтенный апостольской славой и честью, предал Господа своего, а ты тоже сделала со мною. Тогда епископ повелел рабе Божией Пелагии оградить себе крестным знаменем. Она, сотворив знамение креста Христова на лице своем, сказала дьяволу, да отгонит тебя Иисус Христос, избавляющий меня от тебя. Когда она сказала себе, дьявол тотчас исчез. Через два дня, когда Пелагия спала с госпожей Романою, матерью ее духовную, явился к ней дьявол, разбудил ее и начал говорить ей, дорогая госпожа моя Маргарита, какое зло я сделал тебе, не обогатил ли я тебе золотом и серебром, не украсил ли я тебя и каменями многоценными, уборами и одеждою. Молю тебя, поведай мне, какую причинил я тебе скорбь, что веришь мне, все исполни немедленно, только не оставляй меня и не делай из меня посмех. Оградив себя крестным знаменем, Пелагия отвечала, «Господь мой Иисус Христос, избавивший меня от зубов твоих и соделавший меня невестой небесного твоего чертога, да отгонит тебя от меня». И тотчас дьявол исчез. Разбудив немедленно святую Роману, Пелагия сказала ей, «Помолись обо мне, мать моя, лукавый преследует меня». Романа отвечала, «Дочь моя, не устрашайся его, ибо он теперь боится и трепещет даже тени твоей». На третий день по крещении своем Пелагия призвала одного из слух своих и сказала ему, «Вступай в дом мой, перепиши все, что есть в моих златохранительницах, и все уборы мои, и все принеси сюда». Слуга пошел и сделал, как было приказано ему. Тогда блаженная Пелагия, призвав святого епископа Нонна, все отдала в руки его, говоря, «Вот богатство, коими обогатил меня сатана, передаю его в святые руки твои, делай с ними что хочешь. Мне же должно искать сокровища Господа моего, Иисуса Христа». Блаженный епископ Нонн, призвав эконома церковного, отдал ему в присутствие всех переданные ему Пелагией сокровища и сказал ему, «Заклинаю тебя именем святой нераздельной троицы не вносить ничего из всего золота ни в дом епископский, ни в церковь Божию, ни в свой дом, ни в дом какого-либо из клириков, но раздай все сие своими руками сиротам, убогим и немощным, дабы то, что собрано злом, было израсходовано на добро, и богатство греховное стало бы богатством правды, если же нарушишь сию клятву, анафема будет дому твоему, и участь твоя с теми, которые восклицали, «Возьми, возьми, распни его!» Раба Божия Пелагия ничего не оставила из своего имущества даже на пропитание себе, но питалась за счет романной диаконисты, ибо поклялась ничем не пользоваться от богатства греховного. Призвав всех своих слуг и служанок, она отпустила их на волю, дав каждому достаточно серебра и золота. «Я освобождаю вас от временного рабства», — сказала она им. «Вы же постарайтесь освободить себя от рабства суетному миру, исполненному грехов, дабы нам, жившим в мире всем, совместно сподобиться, пребывать вместе и в блаженной жизни». Сказав сие, Пелагия отпустила слуг своих. Восьмой день, когда надлежало ей по обычаю новокрещенную снять белые одежды, полученные по крещении, день был воскресный, Пелагия, встав весьма рано, сняла белые одежды, в которые была одета при крещении, и облачилась во власеницу. Взяв ветхую одежду блаженного Нонна, она тайно от всех удалилась с Антиякии, и с того времени никто не знал, где она находилась. Диакониса Романа скорбела и плакала о ней, но всеведущий Бог открыл блаженному Нонну, что Пелагия ушла в Иерусалим, и утешал Нонну Роману, говоря, «Не плачь, дочь моя, а радуйся. Пелагия, подобно Марии, благую часть избрав. Я же не отымется от нее». Немного дней спустя мы были отпущены архиепископом и возвратились в Илья-Поль. Через три года явилось у меня желание идти в Иерусалим, поклониться Святому Воскресению Господа нашего Иисуса Христа. И я просил епископа моего блаженного Нонна отпустить меня, отпуская меня, он сказал. Брат Яков, когда придешь в святые места, поищи там некого инока, которого зовут Пелагием. Он евнух, весьма добродетелен и живет несколько годов в затворе. Найди Его, побеседуй с Ним, и получишь от Него великую пользу, ибо Он – истинный раб Христов и инок, достигший совершенства. Это говорил Нонн о рабе Божьей Пелагии, которая около Иерусалима устроила себе келью на горе Иллионской, где некогда молился Господь наш и, затворившись там, жила для Бога, но сего Нонн не открыл мне. Собравшись, я пошел к святым местам, поклонился святому воскресению Господа нашего Иисуса Христа и честному кресту Его, а на другой день отыскал монаха по имени Пелагия, как заповедал мне епископ мой, келью его нашел я в горе Иллионской. Келья эта отовсюду была заграждена и дверей не имела, только малое оконце увидел, и я в стене. Постучал в него, и когда его открыли, я увидел рабу Божью. Она узнала меня, но не открыла мне себя, я же не узнал ее. Да и как я мог узнать ту великая красота, кое так быстро увяло, как увядает цветок? Очи Илья глубоко увалились, от многого и безмерного воздержания обнаружились кости и суставы лица ее. Вся страна Иерусалимская считала ее евнухом. Ни один человек не знал, что то женщина, да и я сам не ведал того, ибо епископ мой говорил мне о евнухине Иноке, и я получил благословение от нее, как от Инока, мужа. Она сказала мне, скажи мне, брат, ты не Яков или диакон блаженного епископа Нонна? Я удивился, что она и по имени меня назвала, и признала во мне диакона блаженного Нонна и отвечал, да, господин мой. Она мне сказала, скажи епископу твоему, чтобы помолился обо мне, ибо воистину он муж святый и апостол Христов. И тебя, брат мой, — прибавила она, — прошу помолиться обо мне. Сказав сие, блаженная затворила оконца и начала петь третий час. Я сотворил молитву и отошел. Созерцание же ангелоподобной подвижницы и сладостная беседа ее много послужило мне на пользу. Возвратясь в Иерусалим, я обходил различные монастыри, посещал братьев, беседовал со святыми мужами, принимал от них благословения и много получал пользы для души. По всем обителям пронеслась добрая слава о евнухе Пелагии и примере жизни его всем был на пользу. Ради сего я пожелал снова пойти к нему и утешиться душеполезной его беседою. Пройдя к келье его, я постучал в оконце с молитвою, дерзнул по имени его назвать, говоря «Отвори, отче Пелагий!» Но он не отвечал мне ничего. Я думал, что он молится или почивает и, подождав немного, снова постучал, прося отворить, но ответа не было. Снова ожидал я некоторое время и снова постучал. Три дня провел я так, сидя у оконца и стучал через некоторые промежутки времени, имея сильное желание видеть святое лицо Пелагия и получить благословение его. Но не было ни гласа, ни послушания. Тогда я сказал сам себе «Или ушел он из сей кельи, и в ней никого нет или приставился?» Я дерзнул силою открыть оконце и увидел, что Пелагий лежит на земле мертвым. Ужаснулся я, и весьма горько мне стало, что не сподобился я получить последнего его благословения. Затворю в оконце, я отправился в Иерусалим и возвестил живущим там святым отцам, что Авва Пелагий евнух приставился и тотчас прошла по всему Иерусалиму весть, что святый Пелагий, духоносный инок, скончался о Господе. На погребение честного тела его сошлись иноки из всех окрестных монастырей, все жители Иерусалима и бесчисленного множества людей из Иерахона и из той стороны Иордана. Разломав оконце кельи, сделали вход достаточный для одного человека, вошедший через сделанное таким образом отверстие, благоговейные мужи вынесли честное тело. Пришел и патриарх Иерусалимский со множеством иных отцов. Когда по обряду начали умощать тело ароматами, то увидели, что почивший подвижник был по природе женщиной. «Дивнего святых Божия» – воззвали тогда присутствовавшие слезами. «Слава тебе, ибо имеешь ты на земле сокровенных святых не только мужей, но и жен». Тайну Пелагии хотели бы утаить от народа, но не могли, ибо Богу угодно было не сокрыть, но объявить и прославить рабу свою. И собралось великое множество народа, стеклись и инокини из монастырей своих со свечами и кадилами, со псалмами и песнопениями церковными, и, взяв честное и святое тело Пелагии, с подобающую честью внесли в ту же келью, где подвязалась она, и там погребли. Таково было житие бывшей блудницы, таково обращение погибшей грешницы, таковы труды ее и подвиги, коими угодила она Богу. Да подаст Господь наш Иисус Христос с нею и нам получить милость в день судный, Ему слава со Отцем и Святым Духом ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Преподобная Матя наша Пелагия, моли Бога о нас.